способы как применять масла много очень вот первое вдыхание с ладоней по часовой стрелке давайте начнем вдыхание с ладони ингаляторы дальше как я уже сказала массаж стоп кистей шеи спины и живота какие-то масла можно даже не разбавлены но это неудобно да то есть все равно нанести на масло какие-то можно вот даже делать акупунктуру то есть действительно рефлексотерапии то есть акупунктурные точки помните такие вот таблички в интернете их очень много когда нарисована проекция всего организма на руке на стопе на ушах на тоже есть на лице кстати тоже есть но лицо оно слишком чувствительно а вот стопы да и ладошки запросто можно прямо на те точки где вам нужно исцеление прямо на те точки наносить арома масла ну и конечно массаж шеи очень хорошо вот помогает каплика масла чтобы быстрый эффект получить если вы работаете за компьютером как я если вы много очень вам нужно сосредотачиваться да напряженная какая-то работа до полина диагноз фсд есть только в россии действительно да это есть пять болезней которые есть только в россии мы сейчас про это не будем и вот вы просто быстренько наносите на ладошки и чуть-чуть на седьмой шейный позвонок то есть сзади на шею работает мгновенно то есть можно даже головные боли убирать при акупунктуре можно капельку нанести на пластырь на компресс да суджок терапия это тоже самое что по точкам до рефлексотерапии очень здорово я сейчас расскажу анжелика с чем разбавлять есть масла которые можно не разбавлять их можно даже внутри а есть масла и как и как я тоже расскажу как их узнать об этом а есть масла которые обязательно нужно разбавлять горячий например там корица шалфей имбирь их лучше разбавлять все таки вот и на пластырь как наносится то есть вы просто берете пластырь и там есть такие подушечки туда капаете одну-две капли масла и прикладываете к точке те масла которые чистыми можно использовать если большая область да там рана ожог порез обычно берут ватный диск или ватный такой тампон туда сначала наносят масло основу 30 капель например а сверху там 5-7 капель базового масла эфирного масла простить и точно также пластырем или чем-то прикрепляют компрессы да то есть когда вы пока пока блин что точно скажу когда вы например берете водичку на не слишком горячую такую ну примерно там температура до 90 до 80 градусов и смачиваете туда кладете масло смотрите маслом в воде не растворяется вот эти масла эфирные не так же как обычные масла плавают на поверхности то есть если вы принимаете ванну полную сидячую нужную ручную или добавляете масло в воду вам нужно обязательно носитель то есть если это ингаляция или это компресс то вы лучше всего добавить на морскую соль и дать постоять то есть маслу нужно время чтобы эмальгировать на буквально там минуткой литви можно на морскую соль можно на соду можно если в пищу на сыпучие продукты на отруби на хлеб можно ну самые такие вот известные проводники также как в ирведе называются анупаны это другое масло например там кунжутное оливково кокосово это мед это сахар кусочки сахара можно вот гур например да есть коричневый ну крайнем случае кусочки белого сахара и это молоко и молочные продукты но чем жирнее тем лучше потому что для растворения нужны жиры конечно сейчас многие люди вот компании масло лимона употребляют потому что компания рекомендует каплю лимона всем взрослым людям раз в день употреблять и как они делают конечно многие просто добавляют в бутылку с водой размешивают но это не работает лучше все-таки на соду или на соль и и если вы например в стакан капните да то лучше сначала капнуть масло а потом воду потому что на самом деле ну она все равно будет все плавать на поверхности но так она частично на стакане останется вот если вы добавляете в ванну то вы точно также можете на сливки на мед на соду на морскую соль сначала смешивайте потом добавляйте в ванну какие вообще дозировки да то есть если ванны скажу сразу же вам запишите пожалуйста потому что это важно ну давайте вот если ванна вы берете эмальгирующие средства мне кстати был слайд про эмальгирующие средства да вот этот слайд мы сейчас вернемся к тому слайду не волнуйтесь масло кокосовое оливковое жажаба миндальное можно даже использовать масло просто подсолнечное но у него будет запах свет у тебя такой мне очень нравится кокосово в дотере есть специальное кокосовое масло фракционное которое вот в таких флакончиках продается то есть на котором уже можно все смешивать морская соль сода сахар сливки дальше спирты и вино да то есть глинтвейн тоже делают у нас люди в компании но водку делают там с фенхи с апельсином ну я конечно не рекомендую пить водку хотя вино в ирведи некоторым типам конституции все равно рекомендуют но буквально там 200 может миллилитров максимум там до 100 200 миллилитров не так как люди пьют бутылками до июле правильно смешать меда подождать минутку-две чтобы эмульгировалась хорошенечко размешать подождать и воду добавить конечно и в воде тоже хорошо размешать на сливки очень хорошо тоже на молоко такое не обезжирено что пожирнее все-таки она была и можно даже сделать морскую соль то есть покупаете крупную морскую соль именно крупную в магазинах без добавок то есть соль с добавками и на нее сразу же несколько капель масла перемешивайте ну так разложите ее капните в разных местах перемешайте и потом просто сосуд в какой-то используйте для того чтобы в ванне поставьте и просто принимайте с ней ванну можно смесь сделать несколько масел расслабляющую смесь или например бодрящую в этом абсолютно нет смысла если вы будете пользоваться дотерры потому что там уже готовые есть такие смеси и бодрящие и расслабляющие тоже вот возвращаемся к тому слайду про способы и в ванны получается на эмуликатор на ванну можно капнуть 4 от 4 до 10 капель начинайте всегда пользоваться с малого количества то есть если вы нюхаете масло одна капелька даже можно пол капли то есть не полностью капнуть из флакона а чуть-чуть так пригубить там на ватный диск и приложить его и никогда не нюхайте близко то есть нюхайте как вот духи вы нюхаете вы же духи не нюхаете так что вот брызнули прямо в нос вы как-то на расстоянии то есть точно также и масла вот эти подождите пока раскроются бывает что люди к маслам совершенно не приучены рецептор забиты и запахи эти им кажутся странными я была такой впервые попробовал настоящие масла большинство из них мне не понравилось но я выбрала себе на тот момент мяту потом лаванду потом цитрусовый все попробовала сначала апельсин сначала был грейпфрут грейпфрут это просто без проигрыша то есть грейпфрут нравится абсолютно всем очень повышает состояние радости очень хорошо защищает зимой от вирусов бактерий и этот запах нравится абсолютно всем то есть вот у меня брат работает в такси я всегда ему цитрусовый покупаю потому что тогда он защищен от вирусов от бактерий и клиенты очень доброжелательные дружелюбные становится когда они садятся и там на ватный миск он кладет на пролоночке какие-то кладет это одну две капли там хватает на день потому что в машине закрытое помещение вообще в машине очень люблю ароматизировать так воздух никогда мы не пользуемся никакими вот этими ароматизаторами вот и можно еще кроме четырех десяти капельный эмульгатор когда в ванну вы принимаете можно еще в воду капнуть две капельки это будет тогда ингаляция то есть но это будет как ингаляция она будет плавать на поверхности но аккуратнее с цитрусовыми маслами они могут обжигать кожу то есть если попадет на глаза да то есть важно очень если вот ребенка купаете так не делать потому что ребенок может в глаза потащить да если масло попало в глаз что делать ни в коем случае не смывайте его водой бессмысленно как я уже сказала они в воде не растворяются если масло попало в глаз не дай бог да там ребенок закапывали что-то ничего страшного не произойдет небольшой ожог может быть просто нужно уложить человека и туда из пипетки или шприца без иголки накапать обычного растительного масла и потом аккуратненько салфеткой вот излишки все эти убрать не очень конечно принятная процедура но зато масло тут же эмульгируется то есть она войдет состав того масла и уйдет это техника безопасности вот примочки и пластырь уже сказала да то есть как это делать точно также компрессы да то есть как в ванне вы растворяете на эмульгаторы и вот смачивать то есть холодные компрессы у нас для сбития для того чтобы взбить температуру используется горячие компрессы для того чтобы активизировать масло то есть сильнее усилить его эффект также капсулы и гранулы вот в компании дотерра уже продаются капсулы причем можно вегетарианцам они абсолютно не желатиновые то есть не не содержит животных ингредиентов уже готовые капсулы продаются в которые можно масла с базовым маслом заносить туда и есть готовые уже которых есть смешанные масла на основе базового есть еще микрогранулы тоже потом покажу картинку очень классная штука пока только два масла есть такие это он гарп это защита и лечение простуды и вообще от любых вирусов бактерий паразитов грибов и на страже называется и мята то есть мята это вообще что-то потрясающе то есть там одна четвертая капли растворенная в масле вы кладете эту маленькую приятную мягкую гранулку мягкость такая как шарик малюсенький 1 миллиметр примерно кладете его под язык она там растворяется и у вас надолго очень освежается рот вместо жвачки всякой потом есть ну конечно можно копать да то есть детям копают обязательно разбавленные масла обязательно разбавленные наносители когда вы копаете ребенку то обычно у меня попозже это будет прямо слайд а чтобы вы не запоминали там прям будет написано какой возраст а сколько капель то есть чтобы знали но обычно разбавляют очень хорошо очень хорошо так примерно на 30 миллилитров например базового масла идет там несколько капелек всего там до пяти там на 10 до пяти до семи капель основного масла ну и детям хорошо очень аромакулоны использовать чтобы они просто ходили аромакулон тоже важно правильно использовать то есть вы его вешать именно размещаете его вот как ладанку носили как крестик именно на коже то есть под одежду туда капаете варонакулон он сам из глины полистой а сверху он обычно какой-то эмалью покрыт и вот вы его носите он шевелится да у вас там болтыхается и нагревается от тепла вашего тела и масло постоянно активизируется то есть тоже важно потому что некоторые детям сверху аромакулон увешивают а нужно именно основа обычно это масло анжелика про которое я сейчас говорила на предыдущем слайде кокосовое можно в этой компании его купить а можно просто пищевое кокосовое масло то есть пищевое кокосовое жажоба миндальная оливковая то есть любое масло которое можно внутрь то есть на нем можно разбавлять и для массажа да то есть вы берете для массажа тоже аюрведа рекомендуют только пищевые масла еще способ который малоизвестен микроклизмы и вагинальные клизмы клизмы это как бы громко сказано можно просто взять шприц там 10 миллилитров да потому что эти клизмы они на самом деле 35 миллилитров больше не нужно есть масла которые хорошо работают на гинекологию и в принципе даже знаете от простуды можно делать микроклизмы в аюрведе кстати это тысячи лет используется да то есть лечат и суставы с помощью клизмы не только как бы местные да почему потому что слизистая влагалище да то есть у женщин и слизистая кишечника огромное количество кровеносных сосудов нервных окончаний то есть практически сразу все это идет в нужные места и у детей маленьких самый эффективный способ их лечения это именно вот микроклизмы потому что у них кишечник настолько вот еще лимфатическая система там вот сильно что он практически сразу быстро работает вот для этого просто масло чуть-чуть 30 миллилитров масла и делается вот такое вот такая вот впрыскивается да и потом конечно нужно полежать также делают свечи еще свечи делают на кокосово простите на масле какао потому что она очень хорошо застывает наверное на кокосе тоже можно попробовать настоящим потому что кокос тоже хорошо застывает вот для этого просто берут обычно на 30 миллилитров базового масла кокосово например 10-12 капель эфирного масла и интересно кстати да что и можно в блистеры такие вот от обычных свечей все это смесь заложить и охладить очень хорошо помогает и также интересно что вот некоторые масла они как работают на водительную систему если вы наносите эвкалипт на подошвы стоп у вас могут может появиться в дыхании нотки эвкалипта если вы наносите розмарин на подошвы то у вас может моча пахнуть розмарином то есть на какие системы работают масла там выделяться это и будет то есть это вот вам подтверждение о том что не только можно через нос через дыхание и через пищу до эти масла получать горячие ингаляции тоже желательно не на воду капать да то есть вода там у нас идет до 36 градусов до ну сначала можно горячую там до 80 градусов и тоже разбавляете соли или на соде да и туда добавляете есть еще спрей диффузор конечно в спреи там же вода то есть сильно так не очень хорошо разболтается масло ну вот рекомендуют если вот спрей для ароматизатора помещений добавить какой-нибудь экологичный туда средства содержащие паф там какой-нибудь средства для посуды или что-то еще но только экологично не фейли конечно тогда масло хорошо очень соединиться с той водой ну я просто добавляю сечественным спрей и брызгаю здесь очень важный момент что спрей тоже лучше покупать экологически в какой-то эко компании потому что пластмассы тоже очень хорошо растворяются под действием эфирных масел и смогут соединиться с этой водой ну для помещения может что не так страшно уже не внутрь делать но все равно через дыхание к нам очень многое входит и есть еще диффузоры сейчас говорят их нет в компании такие красивые стильные диффузоры которые кладешь и все это вот распыляется один два три четыре часа самый безопасный способ потому что есть еще аромалампы аромалампы там же горит свеча то есть это уже на ночь уже не оставишь и потом там в аромалампе обычно наливается водичка на нее масло и оно испаряется и пахнет если все испарится да вы спите в этот момент то уже все как бы там только парафином будет пахнуть еще раз вот эмульгаторы посмотрите то есть способов очень много я сама лично так а крестик можно смазывать на самом деле если вы смажете крестик каким-то маслом например корицы да она может обжечь даже кожу то есть лучше так не делать потом это очень быстро все испарится и держаться запах не болит а если вы ворова медальон положите да то глина у нее есть такое свойство на хранить запахи хранится храняет температуру держит проводник такой хороший очень да и вообще это экопродукт поэтому можно так попробовать можете крестик ну тогда смазывайте с той стороны соба с оборотным как бы да надеюсь что не богохуйство какое-то смазывать маслом вот очень классно пачули или иланг-иланг капельку на ватный диск и в кошелек сильно привлекает деньги проверено честно говорю то есть масла афродизианки они вообще все практически такие денежные масла но вот пачули и сандал и иланг используются то есть работают еще хотят сказать смотрите на работе если вы не хотите распылять масло некоторым людям не нравятся запахи да бывает только просто найдите хороший камень такой глинин и слепите из глины продаются глина для детского творчества и и вот в этот камень на этот камень капайте капельку масла когда приходите у вас в радиусе нескольких метров никакие вирусы грибы вас не достанут людей это не будет беспокоить потому что камушек будет то рядом с вами пахнуть можно до добавлять в увлажнители воздуха в воду но знающие люди говорят что увлажнители иногда от этого ломаются потому что они для этого не приспособлены у меня один сломался я тоже уже знающий человек просто он забился да то есть ну каким-то таким способом потому что все-таки масла они с водой не соединяются но попробовать можете лучше уж тогда просто на ватный диск капаете и кладете где-то в помещении и с